Друзья, я вас приветствую! Сегодня я буду делать снова эксперименты, но на этот раз сентитив и блоккор. Объясню, почему снова. Потому что в одном из предыдущих видео я делал такие же упражнения с MongoDB. Я проверял производительность на вставку в том числе и на выборку агрегирующих запросов и запросов простых типа каунт. И в общем-то, статья получила продолжение. И я после этого закончилось видео сделал еще индексы. Настоятельно рекомендую посмотреть окончательные результаты предыдущего тестирования. И вот сегодня практически то же самое, или может быть даже чуть больше. Хочу сделать уже с Antity Framework. Ну, напоминаю, что Antity Framework это ORM. То есть, грубо говоря, это такая некая прокладка между базой данных и бэкэндом. Ну, то есть реальными классами. И я буду использовать именно его. А базу данных возьму AMS Scale, то есть Microsoft Scale Server, Express Edition, в которую буду запихивать те же самые объекты в том же самом количестве. Гонять буду те же самыми тестами на K6, которые были написаны для MongoDB. И, в общем, забегая вперед, скажу, что результаты меня, мягко говоря, удивили. И давайте посмотрим. Перед тем, как начать, я вам рекомендую подписаться на канал, поставить лайки, пишите комментарии. Ну, в общем, не будем тратить на это время. Переключаемся и поехали. Перед тем, как переключиться в проект, хочу показать статью, на основании которой мы будем делать уже все то же самое, но с Antity Framework, в смысле MS Scale. Здесь мы делали сначала 100 записей в базе, потом 1000, потом 100 тысяч, 7 тысяч. И после того, как у меня там свалилась, собственно говоря, выборка в MongoDB, когда по одному аккаунту делали, я добавил индексы по рекомендации знающих людей. И, в общем, все заработало. Но, собственно, суть сводилась к тому, что в 13 тысяч записей агрегейшн запрос немножко опоздал. И далее, чем больше я записей добавлял, тем больше становилась разница. Но оказалось, что нужно, в общем-то, и агрегации в MongoDB оптимизировать, чтобы это было более-менее адекватно. В общем, я сделал, запросы сравнялись. В общем, и то, и то работало. Но для сравнения, допустим, посмотрим, вот, если говорить про здесь, то вот агрегации работали где-то здесь 18 секунд на 50 миллионов записей и максимальное количество реквестов было 75. Если говорить про, собственно говоря, непосредственно Монго, то есть запрос его по аккаунту, когда, ну, посмотрите, видео будет понятно, о чем я говорю, да, то здесь получилось, что средний уже был 11 миллисекунд и 105. То есть гораздо быстрее запрашивать по одному, чем, допустим, с агрегациями. Ну, нужно понимать, что MongoDB – это объектный документоориентированная база данных и, соответственно, агрегации, на самом деле, достаточно, ну, для нее это как бы, ну, не есть гуд, да, то есть она не для этого делась. В отличие от, допустим, реляционной базы данных и, в общем-то, именно на основании этого интересующего мне запроса вот будем делать видео уже про такие же штуки, такие же запросы, но для реляции. Переключаемся в проект. Итак, друзья, я создал абсолютно чистый проект из шаблона. Давайте его запустим, проверим, что он запускается. Да, вот в AirForecast, вот все генерится, это все в памяти работает. Я хочу это сохранить в базу данных, а потом накидать с этих самых данных и потом эти самые-самые данные, короче, запросить, проверить, как это будет выборка происходить. Ну, для начала я открою и добавлю сюда некоторое количество пакетов. Ну, вот я добавил Antifamwork Core. Для того, чтобы не появился как раз сам этот Core, я добавил дизайн, чтобы можно применять в миграции и ScaleServer, куда этот Antifamwork Core будет складывать свои, собственно говоря, данные. С этим все, давайте ее закроем. Теперь мне нужно создать, собственно говоря, сам этот Application Backend Text. Ну, давайте я создам в папке DataBase. Ну, пока вот так вот, CSS по образу и подобию. Ну, вот так вот он выглядит. Здесь есть vdcast, здесь есть свойства и теперь я сейчас переменую этот файл, чтобы он красиво назывался. Теперь мне нужен этот самый vd forecast, нужно немножко проконфигурировать, чтобы у меня в памяти не скидывалось тут nvarchar.max, а мне нужно показать, что неполная конфигурация. Я, кстати, добавил сюда Identifier, потому что Antifamwork нужный идентификатор. Давайте в датабейсе создам Model Configuration. Вот. И сюда добавлю файл, ну, пусть пока он тоже называется вот так. Вот так этот файл выглядит наследника вот этого класса. Здесь я добавил ID как ключ, добавил... Ну, хотя Antifamwork умеет, понимаете, и добавлять специально эту опцию не нужно. Добавил Summary не больше 10, ну, в общем, в порядке их. Ну, чтобы все было в порядке, да. И теперь мне нужно переименовать вот этот класс в правильный. Так, что-то тут у меня поломалось. Вот таким вот образом, так как мне не нужно. Вот, сохраняем. И теперь мне нужно как раз эту конфигурацию подключить. И это я сделаю вот здесь. Вот так это примерно выглядит. То есть я подключил DB Context. Кстати, напоминаю, что есть еще DB Context Pool, который на самом деле ускоряет. Ну, ладно, не будем про него прочитать. Про него это полезная штука. Я подключил, что у меня в конфигурации берется Name of Application DB Context. Осталось добавить. Упс, это будет выглядеть вот таким вот образом. Я подключил Application DB Context к своему SQL серверу. В общем-то, тут ничего не поменялось. Теперь я могу, собственно говоря, создать миграцию. Для этого мне нужно выполнить команду. Для начала нужно собрать проект. Да, он собирается. Теперь он где-то здесь. Console.dot.net. Дальше у нас EF Migrations. Add Initial пусть называется. И я хочу выложить его в папку Database. Slash Migrations. Migrations нажать Enter. Проект собрался. У меня появились миграции. Давайте я посмотрю. Вот. Ну, в общем-то, все, как я хотел. А, у меня не подцепились. Ну, тогда нужно удалить миграцию. Migrations. По-моему, нужно написать Remove. Да, миграция удалилась. Я просто создал конфигурацию, но ее не подключил. Давайте подключим Application DB Context. Здесь нужно сказать Override. OnModelCreating. И сказать ModelCreating ApplyConfiguration View Weather Forecast Model Configuration. Ну, вот таким образом. То есть я явно создаю, хотя можно через рефлексиум. Не будем пока этим заниматься. В общем, чтобы все было понятно. Теперь я снова выполню создание миграции. Получилось. Проверяем. Открываем. Да, в Archive. Все отлично. В общем-то, теоретически все готово. Давайте выполним эту миграцию. То есть применим ее. Database Update. Так, успешно применилось. Откроем Data Grid. Есть база. Есть миграция. Есть колонки. Так, это что? Что-то никто нажал. И в колонках у меня... Да, все, миграция применилась. База данных есть. Давайте ее наполнять. Да что такое? Я не туда нажимаю. Фиг с ней. Давайте запустим приложение. Ну и первым делом добавим 100. А, добавим. Еще методы нужны. Давайте откроем контроллер. И вот эту штуку вот. Все-таки удалим. И добавим... Так, добавим сюда для начала в конструктор. Как раз ApplicationDB Context. Ну, я вот так делаю. ApplicationDB Context. Пусть он называется DB. Нет, не так вот. DB Context. Отлично. И я его превращу таким вот образом в правед переменную. И теперь есть у меня, считайте, уже метод, который называется GenerateData. Который, собственно говоря, что он делает? Ну, давайте для начала я все-таки пожирнее сделаю. Вот таким вот образом. Здесь у меня метод GenerateData. Что в нем происходит? В нем происходит генерирование каких-то данных. В частности, Forecast. Случайным образом абсолютно. Здесь я порядка ради, ну, в общем-то, отключил AutoChange, в смысле, ChangeTracker, чтобы он не смотрел за изменениями данных. Просто я буду вбухивать в базу и все. Я отключил Lazy Loading, ну, и, соответственно, запустил небольшую транзакцию, чтобы можно было, не знаю, пусть будет привычка просто. Вот, здесь я, собственно, добавил те самые и сохранил ту самые данные, да, то есть, которые вот здесь вот получены. И закатал транзакцию теоретически. Она здесь, конечно, не нужна, но тем не менее, да. И снова вернул обратно настройки. Напоминаю, что вот это вот можно настроить в одном месте, в конфигурации, для всех типов. Ну, можно и в каждом запросе управлять этой штукой. Дальше я получил, сколько их тут у меня всего. И потом влогер это запихнул. Ну, в общем, все на самом деле просто вернее, так же, как и было в прошлый раз. Давайте запущу, проверим, что он работает. Закинем 100 записей. Так, где он потен? Проверяем. Да, generate data 100, окей. Отлично. Давайте проверим, что у меня их теперь здесь. Тоже 100. Ну, так, чисто для примера. Select. Ну, пусть будет пока звездочка. Front. Webcast. Давайте здесь напишем count. Ну, чтобы посчитать. Хоть бы не даже ID. Да, вот так вот. И в 5. Да, вот они 100 записей. Отлично. Ну, и нам теперь нужны методы, которые, собственно, будут как раз разным способом получать данные. По одному для категории. Ну, давайте их добавлю для начала. Хотя нет, давайте создадим файл, который мы будем выдавать в результате действия этих методов. CSS, пусть так и называется. Напоминаю, точно такой же файл был. Ну, то есть, такой же объект был и для MongoDB. Для того, чтобы можно было выводить результаты. И я сейчас где-то здесь вот так вот поменяю его название, чтобы не потерять. Отлично. И нам он, в общем-то, не нужен. Теперь, в общем, можно добавить метод, который one by one называется. Я в прошлом видео тупил. В общем, что здесь происходит. У меня есть дб-контекст. Я беру из таблицы weather forecast, count, сгруппирую по summary, получаю и подоставляю ему cancellation token. И потом в результаты создаю этот statistic item, который только что создали, и item, и запихиваю в результат, и в общем-то все. Второй метод будет делать, ну, то же самое, но по-другому. Он называется aggregated, и он получает те же самые результаты при помощи, ну, в данном случае, агрегации. То есть, я группирую по summary. Напоминаю, что я использую as-no-tracking. Это для того, чтобы у меня entity framework не отслеживал изменения в базе данных. Ну, вернее, в сущности, а для того, чтобы сохранение в базе данных. В общем, не делать. И делаю projection, так называемый, select statistic item, ну, и турист, в общем-то, с тем же самым cancellation token. Результаты запихиваю в этот статистик и выдаю его наружу. В общем, все то же самое, как обычно. Давайте запустим, проверим, что это работает. Потыкаем, и я скопирую, где у меня предложение. Из папки k6 те же самые, как они называются, скрипты для того, чтобы гонять. Ну, в общем, вот так вот это примерно все работает. One by one и aggregated. Да, все то же самое. В общем, система готова принимать запросы. Итак, я скопировал те же самые скрипты, которые были для MongoDB. И, в общем-то, давайте немножко пробежимся по ним. Что здесь есть? Здесь есть файл конфигурации, который будет настраивать этот k6. Как его запустить, установите здесь отдельное видео. Посмотрите, найдите на канале. Там все подробно расписано. Единственное, что мне нужно проверить, что URL здесь такой же. 38, да, я уже поменял. И, соответственно, что здесь? У меня есть URL моего сервера, то есть API. У меня есть метод с агрегациями. Метод, который без агрегации, то есть one by one. И я это экспортирую. Ну, в общем, есть у меня тест, который содержит те же самые настройки и для агрегейт. Обратите внимание, что они одинаковые. И есть... И кошка пришла есть. И есть кошка пришла есть. Ладно, не важно. Не обращайте внимания. Солянка. Вот. И здесь такая же конфигурация. То есть я дергаю не тот же метод. И здесь, и здесь. С одними и теми же настройками. Но будем сейчас как раз запускать. Так, мне это больше не нужно. Где-то есть у меня тут консоль. Вот она. Так, LS. Да, мы как раз находимся там, где нужно. Смотрите, у нас сейчас в базе 100. Давайте проверим, что у нас сейчас в базе 100. Выполнить. Да, 100. Ну, для начала давайте прогоним. Так, это нужно сделать так. К6. Run. Ну, давайте one by one. Вот таким вот образом я выберу и запущу. Естественно, я буду проматывать, чтобы вы не ждали там по 2,5 минуты. А может быть даже... Ладно, давайте запустим. Разберемся. Ну, и вот перед нами первые результаты. Давайте я окошко все-таки побольше сделаю. Вот таким вот образом, чтобы можно было видеть как раз вот так вот красиво. Я это буду складывать в картинке. И потом в конце, собственно говоря, мы можем поговорить про них. Давайте запустим следующий. Это будет у нас... Кто там был? One by one. Господи, я забыл. Да, one by one. Теперь запустим агрегейт. Поехали. Поехали. Отлично. Очередной результат. Ну, для того, чтобы сравнить, здесь можно посмотреть, что у нас, когда по одному я запрашивал, было среднее 11. Максимально 1171 запросов в секунду. И когда я использовал агрегацию, у меня было уже не 11, а 3 секунды, то есть агрегации реально работают, хотя при этом количество запросов практически не изменилось. Еще раз. Среднее 3 миллисекунды, а когда one by one, короче, по одной, тогда 11. Ну, и максимальный представитель 14, а здесь 5. То есть агрегации уже в данный момент работают быстрее. Так, я сохранил результаты, и мы добавим еще некоторое количество записей. Так, картинки я сохранил. Давайте добавим еще 900. У нас было именно так в предыдущем видео. Ну, и на это ушло 246 миллисекунд. Отлично. Можно запускать заново. One by one. Поехали. Отлично. Есть еще немножко результатов. Давайте его тоже сохраним. И давайте сравним сразу, не отходя от кассы, как говорится. Итак, на 1000 записей у нас агрегации 3.44 средняя, 1100, а one by one уже 12 миллисекунд. То есть не 3, а 12, в 4 раза дольше. Хотя при этом сказать, что количество запросов фактически не поменялось. Ну, пока работает. Поехали дальше. Давайте добавим еще... Так, сколько у нас сейчас? Давайте посмотрим. 1000. Все верно. Давайте добавим 99 тысяч. Вот таким вот образом. Выполнить. Заодно посмотрим, сколько по времени выполняется вставка на эти темпромворка. 99 тысяч записей. Ну, 4 секунды, надо сказать. Достаточно быстро все это отработало. Это нам больше не нужно. Запускаем агрегации. И поехали. Итак, на 1000 записей мы тоже получили результаты. Я это сохраняю и запускаем теперь на one by one на 100 тысяч уже, да? Так, давайте проверим. Да, на 100 тысяч. Да, на 100 тысяч. Поехали. Отлично. Есть еще немножко результатов. Давайте я их тоже сохраню. И запустим теперь на 100 тысяч для агрегейт. Так. Ну что ж, друзья, еще закончился очередной тест. Я его сохраню. Смотрите, на самом деле я не вижу смысла мучить вас вот этими всякими перемотками. Я предлагаю, вернее, я сделаю так. Я сейчас сделаю все тесты, которые хотел сделать. Сделаю прям сравнение. И вернусь к вам, когда у меня будут уже готовы результаты. Так будет проще и, мне кажется, эффективнее. Итак, друзья, я потратил более 4 часов на все вот эти тесты. У меня машина практически задымилась. Напомню, цель сравнить Entity Framework и MongoDB на производительность. И при этом использование разных типов запросов. Специализированных типов группировки и простых типов аккаунт. Результаты, на самом деле, удивительные. Давайте будем смотреть по порядку. Поехали. Итак, первое, что мы это видели в начале видео. Здесь результаты, ну, надо сказать, они, в принципе, одинаковые. Смотрите, здесь 11 миллисекунд, здесь 3 миллисекунды. Ну, да, понятно, что агрегации работают быстрее, чем one by one. Но общее количество запросов и здесь, и здесь практически одинаково. То есть, на 100, как видите, записей, ну, тут нечего сравнивать. Поехали дальше. Потом я сделал, как вы помните, на 1000 записей. И здесь у нас уже получается, что дюрейшн был 12 миллисекунд. На агрегейт почему-то 28 миллисекунд. Средняя причем. И производительность, опять же, практически не изменилась. Я не знаю, что от чего зависит, но, тем не менее, это так. Потом я добавил еще 99 тысяч записей. Это у меня заняло порядка, там, трех с половиной минут. И дальше были следующие результаты. Итак, на 100 тысяч записей у меня получилось, что one by one выполнилось в среднем за 99 миллисекунд, а агрегейт выполнилось за 27 миллисекунд. И надо сказать, что начала падать производительность. То есть, грубо говоря, при получении один за одним каунтов это немножко медленнее. Ну, во всяком случае, для entity framework, который коннектится через провайдер WMS к SQL Server. Например, значение начало падать. Нам интересно следующее значение. Я после этого добавил еще 990 тысяч записей. Помните, я на предыдущем видео, там у меня был не ровно миллион, а миллион девяносто. Здесь уже у меня побольше секунд заняло, больше 36, грубо говоря. И здесь у нас получились такие результаты. Итак, на миллион записей у меня среднее время выполнения запроса 900 миллисекунд, ну, возле этого. А при использовании агрегаций, ну, 260 миллисекунд. И, смотрите, перцентль 95-й получается 1,58 секунд. То есть, 90% времени, ой, в смысле, 95% времени были запросы достаточно ровные. Ну, и надо сказать, что количество выполняемых реквестов за секунду у меня уменьшилось на треть. И, напоминаю, это всего лишь там 1900 записей. Ой, 1990, ой, миллион девяносто записей, господи, я устал уже. После этого я добавил еще 5900, вернее, 10 тысяч записей. И это у меня заняло уже больше трех с половиной минут на добавление. Ну, тем не менее, entity framework отработал, он не упал, я ждал, честно. И после этого у меня в базе появилось уже 7 миллионов записей. И надо посмотреть, что средняя получилась через 1x1 7,32. 7, короче, секунд, ёкарный бабай. Ой, прошу прощения, я уже устал. А агрегации при всем при этом одну, ну, две секунды, да. То есть, получается прирост почти в 4 раза по производительности. И если судить по количеству реквестов в секунду, ну, тоже примерно, там, в 2-3 раза быстрее агрегации выполняется, чем к buy1. И надо напоминать, наверное, о том, что до этого я не делал индексов. И так же, как их не было и в Longodb, после этого я добавил еще 6 миллионов записей. И потратил тоже примерно около, там, 3,5 минут. И таким образом у меня в базе оказалось 13 миллионов записей. One by one у меня потратил 15 секунд. Именно не миллисекунд, а секунд. На один запрос в среднем опять же. При этом, надо сказать, что aggregated, то есть через агрегацию, всего 3 секунды. То есть, уже получается в 5 раз. Ну, и, надо сказать честно, там все больше и дальше. То есть, количество, где он, вот он, 256, здесь 829. То есть, подрастающий, чем больше записей, тем больше разница между каунтом и, собственно, группировкой. Ну, это еще не конец, поехали дальше. Дальше я добавил тот самый индекс, который был добавлен и в Longodb. Ну, чтобы соблюсти вот эту всю точность и честность, так сказать. Я добавил индекс, я сделал миграцию, она накатилась. И, в общем, у меня в базе было 5. В смысле, на те же 13 миллионов записей я снова сделал запрос, но уже используя индекс. Итак, 13 миллионов записей с индексом one by one. И среднее время выполнения уже 715. А перецентр 1.4 здесь, надо сказать, что, ну, вот сейчас я верну на предыдущий слайд, вы видите. Здесь 1.3 и здесь немножко подрастло 2.12. А вот с точки зрения количества запросов, здесь, обратите внимание, у меня агрегации, ну, проиграли, да. То есть, здесь 695 one by one, а здесь 520. То есть, агрегации начали падать после того, как я добавил индекс. И, в общем-то, это все объясняем, мы об этом чуть попозже поговорим. Ну, давайте дальше посмотрим. Я добавил еще 13 миллионов записей. Надо сказать, что при этом Entity Framework прекрасно справился с этим. Он не свалился, он потратил там порядка, ну, чуть больше 10 минут. Ну, тем не менее, это, как бы, сработало, в общем, даже, собственно говоря, на ура. Я был удивлен. Такое количество за один раз записей я не добавлял. Ну, тем не менее, он сработал. И, опять же, надо понимать, что Entity Framework, он не для этого предназначен. Если бы я его не использовал, то есть, не использовал какой-либо орм, как прокладку, а я напрямую сыпал бы в умысл скир, это был бы более честный вариант. Но я осознанно пошел на такую штуку. Итак, у меня 26 миллионов записей, у меня есть One by One и среднее время выполнения 1,96 секунд. И, скажем, что 409 запросов в секунду было обработано. И я, когда посмотрел и провел тесты с Aggregated, я ужаснулся, потому что Aggregation занял 3,83 и, собственно говоря, почти в два раза медленнее. Ну, не в два, в полтора раза точно медленнее. Что за хрень, подумал я. Ну, честное слово, да? One by One по одной выполняется быстрее, чем Aggregated. И давайте посмотрим дальше. Я добавил еще 24 миллиона, ну, то есть, чтобы было ровно 50. И на этот раз, ой, я тут 24 написал, тут 24. Нет, я добавил 24, вот именно вот эту вот цифру. Потому что я хотел, чтобы было так же, как и в Mongo, там 50 тысяч записей, было 26. Ой, добавили еще 24. Теперь эта операция у меня выполнилась, она заняла там больше 30 минут, 33 или 34. Но, тем не менее, Antity Framework отработал, не упал. И меня это приятно удивило. И поехали дальше. Смотрите, на самом деле, теперь в базе у меня 50 миллионов, и я делаю one by one, и время на duration у меня 5.18. Однако для агрегации, то есть с группировкой, у меня время на среднее, опять, 7.8. То есть, ну, не то, чтобы там, прям, совсем в два раза, но в полтора раза one by one выполняется быстрее. И, собственно говоря, количество запросов в секунду, ну, тоже, теоретически, там, в полтора раза. Но как так может быть? Но, тем не менее, так оно есть. И пришло время сравнить результаты, которые показывала Mongo, и те результаты, которые получил сейчас со мной со студией в Antity Framework. В общем, я был приятно удивлен. И начнем мы с 7 миллионов, потому что именно с 7 миллионов записей именно началась чувствоваться разница. Итак, one by one выполнялся 20 миллисекунд, why one by one by one, то есть один за одним запрос каунты на MS SQL выполнялся 7 секунд. То есть, Antity Framework плюс MS SQL быстрее работает, чем MongoDB. Вот это вот для меня был большой сюрприз. Серьезно, 7,20 это больше, чем, ну, в два раза, даже почти в 2,9. И количество запросов за секунду, ну, вот честное слово, я был просто в шоке. Я не поверил своим глазам. Ну, это еще не конец. Я сравнил агрегации на 7 миллионах, агрегейшн, и здесь агрегейшн, выполнился за 2, а здесь за 1. Ну, грубо говоря, там прирост может быть совсем небольшой, но тем не менее это тоже много. А по количеству запросов в секунду, это, ну, там, может быть, 1.2, 1.3, я не считал калькулятором, но тем не менее, даже в этом случае, напоминаю, без индексов, MS SQL плюс Antity Framework работает быстрее. Я не знаю, почему так. Может быть, у меня руки кривые, ребята, переверьте, перепроверьте, но тем не менее. Поехали дальше. Я проверил результаты для Монго на 13 миллионов записей и сравнил. Монго, агрегейтед, 4,4, MS SQL, агрегейтед, 1,3. Ну, это, грубо говоря, в три раза, ну, если откинуть мелочи, да, жизни. И получается, что 520 на 228 в два раза производительность. Напомню, это уже с индексами, потому что на Монго с 13 миллионов записей уже были индексы. И с индексом это работает, ну, в два раза быстрее. Поехали дальше. Я проверил те же самые параметры, то есть 13 миллионов записей, но на 1x1. На Монго 2,87. На MS SQL, 1x1. Ну, вот вам результат, 715, то есть чуть ли не в три раза. Ну, в два, хорошо, пусть будет в два. Я уже, собственно говоря, ничего не удивляюсь, но то, что MS SQL плюс Entity Framework, элементарные запросы, господи, ну, как так может быть? Ну, ладно, не важно, я взял 26 миллионов записей. Ну, вы не поверите. Давайте сразу начнем. 5,86, 1,96. Как так может быть? One by one, one by one, one by one. И, ну, смотрите, в два, а то и чуть больше, чем в два раза быстрее. Но Монго же быстрая система. Почему она здесь-то так себя ведет? Может быть, я как-то неправильно с ней общаюсь? Я честно скажу, что я до конца, может быть, ее не знаю, и поэтому неправильно использую. Но, тем не менее, дальше, 26 миллионов и использование агрегации. На Монго у нас 9 секунд, на MS SQL 3,8. Ну, как так может быть? Ну, как так может быть? И производительность, где он, реквест в секунду 262, ну, тоже почти в два раза. Ну, ладно, давайте проверим на 50 миллионов записей. 50 миллионов, агрегейтед, Монго и 18,9, 7,8. Ну, это же, как бы, показатель, однако, да? Смотрите, 150, а здесь 75, ну, грубо говоря, в два раза. Это уже 50 миллионов записей. В два раза быстрее выполняется. И обратите внимание, что 95 и 90 показатель, они, на самом деле, ну, разнятся в два раза. Это значит, что, ну, господи, не будем вдаваться в подробности. Просто элементарные, даже если параметры принять. Ну, и также про 1 by 1. Те же самые, этот, 50 миллионов. Здесь, смотрите, 11, здесь, смотрите, 5,8. То есть уже больше, чем в два раза. И, ну, здесь, конечно, разнятся в них, да? Ну, вот, средний показатель больше, чем в два раза. Ну, и здесь, я не знаю, я вот реально снимаю это видео, я смотрю результаты, я просто в шоке. Я почему-то думал, что Монго будет быстрее. У меня только один вопрос, что за хрень, как так может быть? Ну, смотрите, все объясняется, на самом деле, очень просто. Microsoft знает, что такое каунт. Microsoft знает, что его дергают часто, оно используется много где. И, если обратить внимание, что я в какой-то момент времени, ну, вот в данный момент, я делал каунт и синк, и делал здесь очень простой фильтр. То есть без каких-то поосложнений, то есть по одному полю. Microsoft все очень, на самом деле, сильно оптимизировал. И эта штука работает очень быстро. Потому что каунт, сами понимаете, дергается много где. Поэтому не бойтесь дергать прямой каунт. А вот если вам потребуется сделать что-то типа, как я сделал, не просто сделать каунт, а еще добавить какое-то условие. В данном случае я добавил wear. И взял температуру больше 10, меньше 20. И вы не поверите, но вот этот каунт, то есть вот эта агрегация сработала хорошо, а когда я запустил one by one, у меня случилась беда. То есть у меня как раз на вот этом запросе все развалилось. И таз был свалился, короче, перестал работать, у меня тесты попадали. То есть смотрите, когда вы используете простой каунт, вообще абсолютно простой, без каких-либо издишин, он работает даже быстрее, чем агрегация. И я говорю, что это факт. Вот во всяком случае для меня. Но как только вы начинаете с каунтом играться, и добавлять в него какие-то дополнительные там хитрые хитрости, при этом усложняется сам процесс подсчета, принцип подсчета меняется, то здесь, вот смотрите, на 50 миллионов записей у меня все побахнулось. И в общем, не знаю, вот такие вот результаты. Я очень прошу вас писать в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Может, у меня правда руки из неоттуда растут про MongoDB. Если говорить, что я про эти промоуты, ну если не все узнают очень многое, то вот про Mongo, может быть, я где-то промоутнулся, пишите комментарии, где-то интересно. Ну и в связи с этим вопрос, что же делать, что использовать и когда. Еще раз, каунт работает быстрее, чем группировки, то есть агрегации. Если вы не усложняете принцип подсчета, если у вас сложно, используйте GroupBy, ну и в общем-то все, что с ним связано. Опять же, если говорить про ответ на второй вопрос, что и где, в какой момент использовать, ну нужно четко понимать, ну смотрите, я вам скажу честно, я либо использую группировки, вот потому что, если нужно что-то быстрое, я точно знаю, что группировка отработает, может быть быстро, может быть медленно, но она отработает. А вот когда начинается вопрос поднятия производительности, тогда я смотрю на конкретные вызовы, тогда я смотрю, как они формируются, смотрю, как нагружает систему, и возможно, где-то, каким-то образом переключаюсь, ну вернее, буду теперь переключаться на аккаунт, потому что он работает быстрее. Опять же, если нет других способов оптимизации. Потому что, вы понимаете, что такое cold data, ну так называемые холодные и горячие данные, где-то прям нужно бегом, где-то можно там закэшировать, и это, собственно говоря, ответ на том, как поднять производительность. Я сделал очень простой, не знаю, лайфхак, если хотите, да, я вот в своем методе getAggregated, который здесь у меня указан, я добавил вот такой вот атрибут, outputDurationCache, соответственно, ой, outputCacheDuration60 секунд, и, в общем, проверил, ну, добавил все непосредственно необходимые для этого механизмы WSP.NET Core, там, где это OutputCache и UseOutputCache, там не проблема, все везде описано. И запустил эти тесты еще раз. Ну и, в общем-то, вот результаты. То есть на агрегации на 50 миллионов отработали 181 миллисекунда, а максимальный процент был 95, то есть 2 секунды, и это, собственно говоря, максимальный из тех, которые когда запрос брался из базы. Ну и производительность на, еще раз повторяю, 50 миллионов составила больше 1000 реквестов в секунду. Да, вы скажете, что такое же можно атрибут поставить и на каунт, но, смотрите, каунт на самом деле такой, ну, может быть, наверное, опасная штука, да? Вы можете не посчитать какую-то категорию, которая у вас появится в какой-то момент, и это будет беда, потому что у вас данные начнут быть кривыми. Если говорить про агрегации, то точно она сгруппирует их по тем параметрам, которые есть в базе данных, то есть по тем значениям. А если вы будете использовать каунт и вручную подставлять, ну, в общем, за этим нужно очень внимательно следить, друзья. Так, ну и, собственно говоря, я с вами на этом прощаюсь. Я и так просидел больше 5 часов, сейчас еще видео рендерят, так что вам всего хорошего, пишите крайний код, и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok